Ребята, смотрите какой туман. Дорогу почти вот эта трасса не видно. Всё, садится туман. Ну вот морозы, морозы, да. Вот к субботе уже сказали будет минус один. И я надеюсь, у нас ничего не изменится. Мы с девчонками пойдём в лес. Ребята, всем добрый вечер. Сегодня не хотела выкладывать видео, но выложу. Почему? Потому что хочу показать вам очки. Мне сегодня позвонили и сказали, что очки готовы. Значит, кто впервые зашёл на мой канал, я оставлю ссылочку на видео, где мы с Люсей ходили в ресторан, а потом зашли, Люся моя подруга, а потом зашли в оптику. Я там купила двое очков. Одни солнцезащитные корейские, а вторые вот с дёптриями. Мне нужно для чтения. Вот сын мне пошлёт буквально на днях посылочку. Я ездила в Томск, оставила там все подарки и очки забыла. Вот, ну а и пускай. У меня будет две пары. Одни у меня будут в сумочке лежать, потому что что-то вот прочитать сейчас очень мелко написано на этикетке. И я никак не могу читать, потому что очки у меня дома. Значит, одни будут в сумочке, а другие будут дома. Будут дома. Значит, смотрите, очки вот эти, оправа корейская, а дёптрии немецкие купила. Не дёшево, но со скидкой там было. Поэтому смотрим. А, ну, вот эти, ладно, потом покушу. Вот смотрите, в таком кейсике мне дали очочки. Они закрываются, они вот такие, закрываются на магнитик. Так вот, на магнитик. Здесь тряпочка. И вот такая вот оправа, ребята. Мне нравится очень, что скажете. Посмотрите, какая оправа со всех сторон. Зелёный мой топ. Не знаю. Перемелила очень много очков. Хотела залезать в роговое оправе. Но вот эти прямо не легли. Как находите? Мне кажется, вообще клёвочки. Вот. Значит, здесь корейское право и линзы дёптрии немецкие. Так, и очки солнцезащитные. Я давно хотела круглые очочки. Знаете, для чего? Вот даже спортом заниматься. Утром, допустим, на пробежечку. Солнце уже яркое, да? Ну, вот эти вот квадратные очки как-то неуместно, да? В спортивной одежде. А именно вот кругленькие очочки. И вот смотрите. Кто не видел? Ну, клёвенькие, правда же? Ну, клёвые очочки. Вот, ребятки. Так. Ну, и зашла, купила у меня что-то... Колготочки поизносились. Купила в том магазинчике. Тоже я вам о нём говорила. Очень хорошенький магазин. Это хлопок 150D. Вот такие колготочки я купила. Толстенькие, оплотненькие. Я ж хожу в штанах без колгота по всю кору. На голое тело. Вот. Вот такие носочки там продаются. Носки я, когда я их купила, тогда увидела, что носки, оказывается, для проблемных ног. Ну, высокая это и анти... Как это, резинка-то называется? Анатомическая, да? Анатомическая резинка. Вот такие вот носочки простые. Ну, самое главное, почему я решила сегодня всё-таки выпустить видео. Ребята, шла, выкупила очки. Шла новым путём. Шла-шла и нашла два магазинчика. Один очень красиво оформленный. Называется «Ремесленная лавка», что ли. Красивенькая всё. Я зашла туда, но там вот ткани. И всё, очень много тканей, много фурнитуры, ниток. Меня это вообще не интересует. Но, может быть, заинтересует вас. Значит, Ленина 29 находится этот магазин. А второй магазинчик... Господи, какой же он красивый! Я никогда не думала, что я буду интересоваться Интарион. У меня был комплект, мне дарила мама, покупала ещё в студенчестве серьги и кольцо из Интаря. Ну, не знаю, мне не нравился этот комплект. Ну, вообще мне Интарь не нравился. Но, когда я, во-первых, фильм посмотрела, да, про Калининград, там такие вещи. И вот зашла случайно в этот магазин, называется Интарь, находится на Фридской коммуне 30. Девочки, она мне сначала не разрешала снимать продавец. А потом одна посетительница ушла, я ей всё-таки умоляю, пожалуйста, умоляю. Я говорю, не могу такую красоту не показать девочкам. Она говорит, ну, хорошо, снимите, но недолго. Сняла немного, недолго, ребята, даже не знаю, как сняла, потому что... Быстро-быстро-быстро. О, ну, я туда ещё вернусь и, скорее всего, что с Люсей вернусь, потому что Люся не камень, я не знаю, сейчас у неё спрошу, знала она вообще об этом магазине. Магазину 20 лет, представляете? А она, как бы, родилась в этом городе. Всё, ребята, приятного вам просмотра. Ребята, смотрите, какой магазинчик. Сейчас подойдём поближе. Ой, какая красота. Давайте рассмотрим, с этим сидит девушка со снегирёчком. Ой, они сидят со снегирями. Город Ремесел называется. Сейчас, может быть, зайдём, посмотрим. Посмотрите, ой, как красиво. Ой, как красиво. Город Ремесел. Девчонки, а тут эти ткани. Ткани и тканюшки. Тут просто ткани и тканюшки, я думаю, о чём-нибудь. Ой, какие. Кружок. Ну и нитки. Какому интересен этот магазинчик. Ой, какой красивый. Девчонки, случайно зашла в магазин, шла просто другой дорогой совсем. И изобрела вот в такое шикарное место. Сейчас я узнаю адрес, кому нужно будет изделие с зентаря. Это просто, это просто. Вы посмотрите. Вот это вот рассматривать, ну, день можно, наверное, больше. Вот это, вот эти вот пёстренькие, это в Смоле. А цена какая приятная, посмотрите. Кто в Красноярске, зайдите обязательно, вот просто посмотреть, и вы обязательно что-то себе захотите. И на подарок тоже. Сейчас я вам покажу цветочки. Ой, какая красота, боже мой. Еле уговорила, продавца. Не хотела. Ну, спасибо. Потому что такую красоту надо показывать, конечно. Так, а вот это не обработанный, да, энтарь? Не обработанный, да. Ну, вот это вот любители тоже, кстати. Ну, кстати, к нему чаще всего приходят, обращаются. Да, 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 я сейчас поближе закончу, всем поближе его посмотрю, потому что мне тоже нравится очень. Вы посмотрите, они как конфеты. Внизу колечки. А броши какие. Смотрите, вон те бусы наверху, прямо кусочки. Янтарь. Сейчас я вам еще покажу с белого янтаря браслета. Это вообще такая прелесть. Вот, смотрите, 2400. На белую рубашку. Да, хоть на что. Под свитер с вырезом. Посмотрите, какая красота. И ценник-то предприятный какой. Так. А вот эти вот браслетики, это тоже ведь янтарь? А? Вот эти. Вот я хочу вам, девочки, показать. Вот это вот. Из белого янтаря. А вот эта цена там написана 36, да? 890. Отвес. По весу, да? Посмотрите. Так, где-то подходила еще. Вы посмотрите. Ну, вы говорите, тут китайцы, да, скупают у вас? Ну, не скупают. Сейчас как скупают. Ну, да, сейчас сильно-то они... Но любят они, любят, да, это? Девчонки, весь магазин показывать не буду, естественно, никто мне не разрешит. Приходите, смотрите. Какой у вас адрес? Скажите, пожалуйста. Парижская коммуна 30. Парижская коммуна 30. А вот эта вот бусы зеленая, это из чего? Бернит. Бернит такой, да. Читаю, Бернит. Так, все, выключай, девочки, буду смотреть еще сейчас сама. О, спасибо.